Да коли, Господи, будешь забывать меня? Да коли будешь скрывать лицо твое от меня? Для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Кто из нас так не жаловался? А враг в это время нашептывает, где же твой Бог? Да, оставил тебя твой Бог, забыл тебя. Переживал ли ты подобное, мой дорогой радиослушатель? А может быть, это эхо твоего вопля сейчас? Тебя постигла беда. Ты попал в такие обстоятельства, из которых ты не видишь никакого выхода. Они до того безнадежны, что ты просто в отчаянии. И то, что так страшно, и что тебя особенно угнетает, это то, что дело твое идет от плохого к худшему. Ты говоришь, что на тебя обрушилось такое горе, подобного которому ты еще никогда не переживал. Ты уверен, что у тебя ни с кем не сравнимое положение. Моя беда особая, ты говоришь. Все идет против меня. Я окутан мраком. Кто мне поможет? Я молюсь, взываю, плачу, но помощи нет. Действительно оставил меня Господь. Бог мой забыл меня. Мой дорогой радиослушатель, если это твое переживание, и оно не переувеличено, то прошу тебя, не унывай, ободрись. Это Бог тебе допустил это испытание, чтобы ты его еще больше прославил. Он привел тебя в эту темницу не для того, чтобы тебя погубить, нет, но чтобы совершить великое избавление для тебя именно в этих твоих противных обстоятельствах. Не бойся, ты еще забудешь посрамление твое и не вспомнишь больше о бесславии твоем. Он готовит нечто особое для тебя, такое благословение, о котором ты и не посмел подумать. Это слово тебе от самого Господа, мой друг, бросаемый бурею, безутешный и бедный. Слушай, Господь тебе говорит, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью воспряму тебя. Милость меня не отступит от тебя. Ты утвердишься. Будешь далеко от угнетения, и тебе бояться нечего. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это говорит тебе Искупитель твой, Бог твой, который тебя не забыл. И вот, мои дорогие друзья, в основу нашего сегодняшнего слова я хотел бы взять евангельский случай насыщения пяти тысячи. Об этом чуде, как вам известно, говорят все четыре евангелиста. Однако для нашего сегодняшнего разбора я хотел бы обратить с вами особое внимание на то, что сказано о нем в Евангелии от Яна. Написано об этом в шестой главе. Прочтем три стиха – шестой, седьмой и восьмой. Звучат они так. Иисус, возвед отчи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на двести динариев – это равно шестимесячному жаловню рабочего того времени. Недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Евангелист Матфей, Марк и Лука все указывают на то, что место, куда собралась эта многочисленная толпа, было пустынным, и что время было позднее. Настал уже вечер. Народ проголодался, им нечего было есть. Положение осложнилось и тем, что не было чем купить и где купить хлеба. И как раз в этой безнадежной ситуации Христос обращается к Филиппу и говорит, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. До этого казалось, что был выход из положения. Ученики его предлагают и говорят Иисусу, отпусти их, пусть идут сами в селение и купят себе пищу. Это был бы естественный способ разрешить трудность. Но дело в том, что Господь не желает, чтобы они ушли, не поевши. Притом, где бы такая толпа купила себе хлеба? Народ изголодался. И где в такое позднее время возьмешь хлеба? И ситуации это делается еще невозможней и тем, что Господь потребовал от учеников, чтобы они им дали есть. Так что ученики обнаружили себя не только в весьма трудных обстоятельствах, но в невозможных. Они не видели никакого выхода из них. Никогда подобного они не переживали. Что делать? Во-первых, следует отметить, что попали они в самое невероятное место. Место же было пустынное, сказано. Если бы это было бы где-нибудь около большого города, то можно было бы что-нибудь придумать. Но тут сплошная пустыня. Не жаловались ли и мы на место, в котором мы очутились? Вот если мы были бы там или там, тогда все было бы иначе. Но тут... Вы не знаете, какое каменистое место мой город. Тут пробуждение невозможно. В таких условиях нельзя воспитывать детей. Разврат, грех, безбожие. О, если бы мы вот туда переехали. Там было бы легче. Там бы мы могли что-нибудь сделать для Господа. Не рассуждали ли мы так? Думая, что перемена места разрешит наши проблемы? Не говорили ли и мы Господу, место здесь пустынное? Отпусти нас, чтобы мы могли пойти в соседние селения. Там есть пища. Там мы сможем насыщать людей. Там мы сможем трудиться для тебя. Там люди примут наше слово. Там к верующим совсем другое отношение. Там, там, там. А внутренний голос говорит. Не нужно. Оставайся на месте. Дай им здесь есть. Нужда здесь. Но помимо того, что место было пустынное, еще и время было несоответствующее. Поздно. Теперь ничего не сделаешь. Вот если бы это было пару-десять лет тому назад. Тогда было совсем по-другому. Люди были иные. А теперь? Притом, разве Библия не говорит, что в последнее время до пришествия Христа любовь у многих охладеет? Нет. Теперь поздно. Время вечернее. Наступает ночь. Скоро конец. День жатвы уже прошел. Да, и время говорило о безнадежности этой ситуации. Но положение осложняется еще и тем, что требование, поставленное ученикам, было сверх их человеческих сил. Пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Так если даже у нас и были бы деньги, и где купить хлеба, то на шестимесячное жаловне рабочего мы смогли бы им дать только немножечко хлеба. Вы заметили, Филипп говорит, каждому из них досталось бы понемногу. Но вся беда, что и это было невозможным. А люди были голодные, уставшие. Весь день они ничего не ели. Пришли они пешком с дальних мест. О, какая трудная ситуация! Нет, не трудная, а просто невозможная. И тем не менее ученики оказались в ней не по своей инициативе, а по воле Божией. Да, обратите внимание на то, что попали они в эту пустыню не по своей воле, но в то же время и не случайно. Привел их сюда Господь. Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, сказано в Евангелии от Марка. А Лука просто говорит, что он взял их с собою в пустое место. Так что очутились они здесь по очень простой причине. Привел их сюда сам Господь. И вот вместо отдыха их постигает такое испытание. Что делать? Мой дорогой друг, можешь ли ты верить, что твоя доля тоже не случайность? Господь допустил эти испытания. Теперь, в это время, как бы оно ни казалось поздним, и на этом месте, как бы оно ни было пустынным, Господь хочет, чтобы ты не унывал. Не бойся, Он тебя любит, и поэтому испытывает тебя. В шестом стихе мы прочли, что говорил же это Иисус, испытывая Его, то есть Филиппа. И тут же, в этом же шестом стихе, следуют эти чудные слова. О, сколько они говорят нам! Слушайте, ибо сам знал, что хотел сделать. Давним-давно, перед тем, как постигло тебя твое горе, Он уже запланировал для тебя чудеснейшее избавление. Можешь ли ты этому верить? Он все это время приготовляет для тебя большой сюрприз. Он ученикам не открыл, что он намерен был делать, но все время планировал для них чудо. Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Какое дивное обетование! Ты говоришь, Бог тебя забыл, Он тебя оставил. А Он говорит, забудет ли женщина грудное и дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. О, мой друг, как может Он тебя забыть? Ведь ты Его дитя, Он тебя искупил, Он пролил кровь свою за тебя. А ты думаешь, что Он тебя забыл? Если ни одна из малых птиц не забыта у Бога, так как Он может забыть тебя? Не думаешь ли ты, что ты дороже многих малых птиц? Иисус говорит, что да, ты несравненно дороже. Ты спрашиваешь, но почему Бог так тяжко меня испытывает? Это потому, что Он тебя любит. Вы заметили, что как раз перед тяжким испытанием, постигшим дом Марфы и Марии, после того, как Иисус сказал, что болезнь их брата Лазаря была не к смерти, но к славе Божьей, сказано, Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. И вместо ожидаемого исцеления, горя, Лазарь умирает. Все как будто противоречит словам Христа. Лазаря погребли. Четверо суток он уже в гробу. Но, возлюбленные, все это время Христос знал, что хотел сделать. Его намерения были выше всех их ожиданий. Он готовил им такой чудный сюрприз, который им и на ум не приходил. Он воскрешает Лазаря из мертвых, и через это чудо многие уверовали, и Бог был воистину прославлен. Это одна причина и главная причина, почему Господь позволяет испытания в нашей жизни, чтобы Он через них был прославлен. Но есть и другая причина. Она тесно связана с первой причиной. Чтобы Господь был прославлен через наши испытания, мы должны прийти к концу наших ресурсов. Господь допустит, чтобы все возможности человеческие были исчерпаны. Когда мы готовы признать, что мы не обойдемся средствами, на которые мы рассчитывали, тогда Господь готов прийти к нам на помощь. Мы должны признать, что единственный, который нам может помочь, это Господь. Почему Господь обратился к Филиппу с таким вопросом, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Этот вопрос был задан для того, чтобы показать Филиппу безнадежность человеческих ресурсов решить эту проблему. Вместо того, чтобы сказать, «Господи, Ты видишь, что у нас таких денег нет, и при том, где всему этому множеству достать хлеба?» Филипп начинает подсчитывать, сколько нужно денег. Но деньги не все в состоянии сделать. Филипп поступает, как поступил бы всякий нормальный человек. Одно Филипп не учел, а это оказалось самое главное, что было ответом на его проблему, что тот, который мог удовлетворить эту нужду, стоял перед ним. Он с ним говорил, а Филипп был слишком занят своими расчетами. Да, физическими глазами он видел Христа, но он не видел в нем всемогущего Бога, который мог бы удовлетворить полностью эту нужду. Андрей, однако, в этом отличился. Он привел к Христу малыша, мальчика, с его пятью хлебами и двумя рыбками, и говорит, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Правда, он добавил, «Но что это для такого множества?» Может быть, этого ему не следовало бы сказать. Но как бы то ни было, Андрей все же принес эти ничтожные хлебы и рыбки, показав этим, что все же у него вера была. Быть может, она и была мала, но тем не менее это была вера. А наш Господь никогда не откажет даже малейшей вере, пусть она будет не больше размера горчичного зерна. Не раз мы упрекали Андрея за его «но». Но что это для такого множества? А Господь нет. Он принял и его малую веру, и малую лепту мальчика, ибо сразу после этого мы читаем, «Иисус сказал, велите им возлечь». С этого момента Христос взял дело в свои руки, и чудо было неизбежным. Какой чудный урок мы тут имеем, когда мы поручаем наше ничтожество, наше бессилие, нашу неудачу, наши ничего не значащие ресурсы Господу, то сразу Господь велит нам возлечь. Руки прочь! Теперь не нам беспокоиться об исходе дела, оно в могучих, пронзенных руках нашего Господа. Нам нужно только возлечь и смотреть, как Он совершит для нас невозможное. Может быть, ты, дорогой друг, стоишь теперь перед такой нуждой, и не знаешь, что делать. Перестань подсчитывать и рассчитывать на какие-то мнимые средства, которых у тебя все равно нет. Господь стоит там, около тебя, и только ожидает, когда ты перестанешь рассчитывать на свои возможности и обратишься со своей нуждой к Нему. Признай, что твоя проблема безнадежна, и обратись к Иисусу. Передай ее Ему, и сердце твое наполнится миром и уверенностью, что Он совершит. Слово Божие говорит, «Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Это все, что Он от тебя требует, и когда ты это сделаешь, тогда Он совершит слава и благодарение Ему. А может быть, ты один из тех, который еще не предал свои грехи Господу? Грех тебя тяготит, совесть мучает. Ты всячески пробовал расстаться с твоим грехом, и ничего не выходило. Кто избавит тебя от этой тяжести, которой не по силам тебе больше носить? Иисус! Он один, поэтому склонись у подножия Голгофского креста, оставь свой грех там, верь, что Спаситель твой взял его на себя. Благодари Его за Его милость, слава, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok